Улицу Куйбышева продолжают комплексно приводить в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время рабочие занимаются тротуарами. Их общая площадь составляет порядка 11 тысяч квадратных метров. К ремонту пешеходных зон приступили раньше, чем к обновлению покрытия проезжей части. Тротуары действительно очень нужны, потому что очень много гостей, очень много туристов ходит по тротуарам. Поэтому принято решение, что тротуары в первую очередь надо ремонтировать. Обустройством тротуаров и заменой бордюра рабочие занимаются в дневное время. Работы ведутся на участке от улицы Вилоновской до Венцика. Подрядчик организовал их таким образом, чтобы минимизировать неудобства для пешеходов. На объекте удалили старое покрытие пешеходных зон. Сейчас идет ремонт основания. Сверху выкладывают плитку толщиной 8 сантиметров. Она изготовлена на высокотехнологичном производстве. Применение современных материалов – одно из основных требований при реализации дорожного нацпроекта. Сама плитка не вызывает сомнений в качестве и надежности, и долговечности, так как на заводе соблюдаются все технологические моменты от начала до конца производства. Заказчикам работ обеспечен технический контроль на всех этапах ремонта. В дальнейшем вдоль дороги предусмотрено масштабное озеленение. На улице Куйбышева высадят более 90 новых деревьев высотой не менее 4 метров с уже сформированной кроной, а также 3000 кустов кизинника и цветники. Озеленение планируется завершить осенью. Здоровым деревьям, которые ранее росли на улице Куйбышева, гибель не грозит. Их аккуратно выкопали и уже пересадили на другие улицы исторического центра, в частности, на улицу Садовую. Специалисты следят за их состоянием. Это очень хорошая идея. Город должен быть зеленым, он должен дышать, и мы должны дышать. Да, и я помню, что у нас вся улица была всегда в деревьях и в зелени, поэтому если это восстановят и деревья посадят опять, то будет очень хорошо. Мы очень рады этим начинаниям и поддерживаем. Также рабочие приступили к ремонту проезжей части. Проводят фрезерование старого покрытия. Минувший ночью старый слой дороги удаляли от улицы Льва Толстого до улицы Шостаковича. На выполнение этого вида работ понадобятся три ночные смены. В отдельных местах усилят основание. Помимо этого, рабочие приведут в порядок люки колодцев, сделают их крышки антивандальными, антишумовыми, поднимут на проектную высоту. А в дальнейшем начнут укладку высокопрочного асфальта. Единственную сложность представляет припаркованный транспорт горожан. Но они с пониманием относятся к просьбам убрать автомобили. На улице Куйбышева в основном офисные машины стоят. То есть днем они стоят, вечером они разъезжают. Это немножко попроще. Люди понимают, что работа проходит. Убирают нормально. Улица Куйбышева – визитная карточка города. Жители отмечают важность комплексного ремонта. Требовался обязательно, потому что в первую очередь это центр города, это наше лицо, поэтому улица Куйбышева должна быть в порядке всегда. У нас приезжает очень много туристов, и они должны видеть Самару только с лучшей стороны. Все этапы работ находятся на круглосуточном контроле. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский, Николай Епифанов. События.